Доброе утро! Я рада видеть здесь очень много молодых лиц, потому что сегодня речь пойдет, как Анна Сергеевна сказала уже в основном об опухоли Вилмса, это одна из самых успешных историй в детской онкологии. Если в конце XIX века, когда эта опухоль была впервые описана, и название ее, так скажем, именное по автору, патологу, который первый понял, что все разные опухоли почек, которые описывались, то эпителиома, то саркома, то бластома, что это все одно одно и то же, то есть эта опухоль имеет единое происхождение, и поэтому эта опухоль осталась. Одна из немногих, она имеет такое именное название – опухоли Вилмса. Я сразу хочу адресовать вас к этой книжке, которая вышла в прошлом году. Опухоль почек у детей написана на английском языке. Это вообще революция в детской онкологии, потому что вы увидите позже, я буду говорить о разных подходах к лечению опухоли Вилмса, американском и европейском. Они значимо разнятся, но при примерно одинаковых результатах лечения. Это не научный спор, это дополнение друг друга. И вот эти авторы – одна автор, очень-очень знаменитый детский онколог из Лондона, Кэти Причард Джонс, и Джеффри Дом – это представитель американской школы. Многое, о чем я буду говорить, взято оттуда, и там собрано… То есть это квинтэссенция на сегодняшний день, знания об опухолях почек у детей. Поэтому если кто-то захочет углубить свои знания после сегодняшнего семинара, то вам вот сюда. Значит, и так место опухоли я позволю себе напомнить общую структуру заболеваемости онкологическими заболеваниями у детей, потому что многие из вас, конечно, этого пока еще не знают. Значит, вы видите, да, что треть заболевших – это гемобластозы, это лейкозы. На втором месте по частоте стоят опухоли центральной нервной системы, 95% из которых – это опухоли головного мозга. Далее идут лимфомы. Это группа у детей представлены лимфомы Ходжкина, или у нас более употребима – это лимфограндлематоз, и неходжкинские лимфомы. И вот место опухоли почек. Так, красненькое – это где? Которую нажать? Право. Да, да, указка. Так вот, я пытаюсь ее увидеть. Вот она, да. Вот опухоли почек на фоне всего остального. Они составляют где-то 5-6 до 7%. Значит, итак, опухоли почек у детей. Значит, 7%. А вот наши московские гости, проходите, пожалуйста. Мы начали вовремя. Итак, 97% всех опухолей почек у детей составляет опухоль Вилмса, или ее название – нефробластома, то есть источник опухоли – это почечная ткань. Пик заболеваемости где-то 3-4 года, хотя описаны опухоли Вилмса и у взрослых. И в 25 лет, и в самый старший возраст, который был описан, так скажем, человек с опухолей Вилмса – 72 года. Но преимущественно это, конечно, заболевание детского возраста. В 5% случаев опухоль двусторонняя, почки парный у орган. 10% из них связаны с врожденными генетическими синдромами, и я о них остановлюсь особо. Это скорее адресовано к федиатрам, потому что эти дети должны тщательно наблюдаться, потому что при некоторых патологических состояниях, при некоторых синдромах риск развития опухоли Вилмса составляет более 20%. То есть эти дети должны пристально наблюдаться для того, чтобы диагноз был поставлен как можно раньше. Ну и, как я уже сказала, это одна из самых успешных историй в детской онкологии. То есть на сегодняшний день уровень излечения высоко злокачественной опухоли составляет порядка 95%. При ранних стадиях заболевания, и я покажу вам это, выживаемость может составить 100%. То есть все дети, которые заболеют, они будут излечены. Итак, группа риска, у кого может возникнуть опухоль Вилмса, это дети с пороками генетическими синдромами. Вообще надо сказать, что дети с пороками генетическими синдромами находятся в группе риска по многим опухолям. Но, так скажем, опухоль Вилмса, она, конечно, возникает в тех случаях, когда в пороке вовлечен мочеполовой тракт. То есть все, что связано с патологией этой. Поэтому очень бывает обидно, когда ребенка с крипторхизмом урологи наблюдают очень тщательно, осматривают и так далее, и не делают, никогда не делают УЗИ. То есть не поднимая глаз выше того места, за которым они наблюдают, и такой ребенок попадает в детскому онкологу уже с распространенной опухолью Вилмса. Значит, есть редкие синдромы, которые встречаются совсем не часто. Ну вот при них я покажу процент, вот тот, когда чаще всего и кого надо наблюдать более тщательно. Вот они представлены здесь. Итак, если вы имеете дело, ситуация 1% таких больных, семейная так называемая опухоль Вилмса, это множество мутаций. Чаще всего речь идет о мутации в ВТ-1 гене, гелеция или различные мутации. Мы сегодня не имеем возможности об этом говорить. Это вопрос больше генетикам, которые должны нас направить, увидя такого ребенка. Но вы видите риск развития опухоли Вилмса. Вот синдром Беквитовиддмана, он все-таки чаще встречается. И наверняка многие или встретят его, или уже встретили. Это как раз те вот дети, которые требуют наблюдения. Ну вот они, это нередея, вот так выглядят эти дети. Синдром избыточного роста, макрогласия. Вот они имеют характерный вид. И вот этот большой живот с рождения, он может маскировать ситуацию развития опухоли. Потому что один из симптомов опухоли Вилмса, родители наблюдают бессимптомное иногда увеличение живота. Так вот, при наличии синдрома Беквитовиддмана, этот большой живот, он, так скажем, маскирует ситуацию. То есть нужно делать плановый УЗИ, абсолютно безвредный метод обследования. Надо просто думать об этом и планово это делать. Итак, всего-то для того, чтобы скренировать этих больных, надо регулярно делать УЗИ. Причем при некоторых ситуациях, видите, минимум до возраста 7-7 лет. И если там находится какое-то подозрение на объемный процесс, значит, ребенок должен быть направлен к онкологу, чтобы уже дальше команда уже разбиралась, что с ним происходит. Значит, как я уже сказала, мы сегодня говорим об опухоли Вилмса. Если вы услышите в нескольких докладах и клиническую картину, и вопросы диагностики, я говорю о принципиальных подходах, которые на сегодняшний день есть в мире для того, чтобы достичь вот тех самых результатов, о которых я уже сказала. Опухоль – это излечимо, в принципе, на 95%, так скажем, в среднем. Так вот, есть два подхода по обе стороны от океана. Есть американский подход детско-онкологической группы, и есть подход европейцев, то есть международного общества детских онкологов. И принципиальное различие в том, что американский подход – сразу начинается операция, а европейский подход сначала, за очень редкими исключениями, о которых скажу позже, лечение начинается с предоперационной полихимиотерапии. Ну и вид вы видите, дальше после операции и там, и там проводится химиотерапия в зависимости от стадии, и плюс-минус лучевая, если она нужна. Значит, так скажем, про, про и контра, оба подхода имеют за, что называется, и против. То, что касается первичной операции, это, конечно, позволяет патологам увидеть нативную природу опухоли, то есть без всякого лечебного патоморфоза. Это, конечно, очень важно для выявления каких-то неблагоприятных или, наоборот, благоприятных маркеров. В частности, вот они первые стали использовать для стратификации лечения вот такой маркер потери гетерозиготности 1П16К. Я покажу, как это влияет, и это на самом деле принципиально у них выглядит, и, в общем, это наверняка оправдано. Но подход европейский, собственно, чем пользуемся мы и в России, ну, естественно, и в Европе вся, очень важный аспект – оценить ответ опухоли на лечение. Вообще, в детской онкологии один из самых главных прогностических признаков – это ответ опухоли на лечение. Это касается всех абсолютно детских опухолей, и, в частности, опухоли Вилмса. Конечно же, предоперационная химия позволяет более аккуратно выполнить нефрактомию, потому что опухоль значимо иногда уменьшается, позволяет избегать разрывов, потому что при подходе операции АПФРАН, что называется, и действительно у них больший процент разрывов, хотя, конечно же, делают операцию опытные хирурги. Но если опухоль уже большая, травмирована, то вот эти разрывы, они на самом деле случаются чаще при первичной операции, а не после химиотерапии. Вот эта предоперационная химиотерапия, она позволяет уменьшить объем после операционного лечения, если опухоль оказывается очень чувствительна. И позволяет выделить вот так называемый истинно высокий риск, настоящую бластему, то есть когда она не уходит под действием стандартной химиотерапии и требует интенсивного подхода к лечению практически в дебюте заболевания, то есть после уже четырех недель лечения. Вот это я хотела проиллюстрировать, почему важна, то есть почему американцы взяли в свой протокол, в свою стратификацию этот показатель. Речь идет о благоприятной гистологии, то есть там, где, казалось бы, беды не должно быть. Здесь нет анаплазии, здесь нет… И поэтому, если дети с благоприятной гистологией, вот результаты лечения в зависимости от… Вот здесь все чисто, нет потери гетерозиготности. И где оба, и 1П, и 16К, то смотрите, насколько большая разница при том же естественном лечении, то есть насколько важен этот маркер. Теперь против, что называется. Про разрывы опухоли, про больший статистически значимый разрыв опухоли при первичной операции американцев – это объективный показатель, но подчеркиваю, на общую выживаемость это не влияет. Это является показанием к усилению лечения, что, конечно, тоже не очень хорошо, потому что любой разрыв опухоли – это третья стадия. Ну, не любой, но, так скажем, во время операции. И это всегда усиление химиотерапии. Самое неприятное – подключение облучения, что для маленьких детей, в общем, так скажем, это очень вынужденная мера, потому что все отдаленные последствия лечения в большей степени, конечно, связаны с лучевой. Что плохо, так скажем, в подходе к Сиоповскому. И мы иногда видим типичную абсолютно локализацию, визуализацию. Все очень под опухоль Вилмса подходит, и это не требует морфологической верификации. Одна из немногих, опять же, ситуаций в онкологии вообще, и в детской в частности, когда лечение можно начать при типичной, так скажем, картине без морфологической верификации. Но вот 5-5% опухолей после четырехнедельного лечения могут оказаться не опухолью Вилмса. И часть из них доброкачественная. То есть ребенок получит 4 недели, правда, не очень интенсивного лечения, не очень проблемного, слава богу, ну вот, надо говорить об этом честно. Значит, итак, подход, поскольку мы используем подход в Сиоповске, я подробнее буду говорить об этом позже. В следующей лекции сейчас такой обзор просто, что вот это некий такой повтор, подход Сиопа. Значит, нужно понимать, что вот этот подход будет у детей старше 6 месяцев и меньше 17 лет, опять же, когда буду говорить о лечении, потому что до 6 месяцев у детей очень часто и преимущественно это может быть не типичный опухоль Вилмса, а мезобластическая нефрома, она требует другого подхода. А у более старших детей надо уже исключать почечно-клеточный рак или какие-то иные опухоли, которые, опять же, требуют другого подхода. Надо исключить ситуацию, особенно опухоль, исходящая из верхнего полюса почки, где надпочечник близко, что это не нейробластома. Нужно исследовать суточный уровень метаболитов катехоламинов, ну и не иметь, конечно, противопоказаний к началу химиотерапии. Значит, вообще роль патолога, так скажем, мы, онкологи, очень зависим от наших коллег-патологов, от их квалификации, от их желаний честно выполнить работу. Но опухоль Вилмса – это просто критическая ситуация, когда патолог является основным лицом, который стадирует заболевание. И мы от этой стадии уже дальше танцуем, уже дальше назначаем лечение. Но мы должны обеспечить патолога этим материалом, об этом будет говорить Вячеслав Борисович, как это должно быть оставлено к морфологу, как должен материал быть отмаркирован, с тем, чтобы мы могли получить от патолога истинный ответ, то есть что все-таки происходит с ребенком. Значит, вот по поводу ответа опухоли на предоперационное лечение. Все опыта 93-го года и 2001-го года, по которым вот вся страна у нас лечит. Там разделения, то есть зависимости после операционного лечения от объема удаленной опухоли не было. Но немцы, то есть вообще руководитель СИОПовского ротокола, профессор Норберт Граф, у них немножко, так скажем, своя была модификация этого СИОПа, равна как у англичан своя. То есть общие вещи, они, конечно, все совпадали, но некоторые моменты отличались. И вот в частности степень уменьшения опухоли на предоперационную химиотерапию, она отслеживалась как раз немецкой группой. Они усиливали лечение, если это уменьшение было недостаточным, но при этом подчеркивали, что не всякая опухоль должна уменьшаться, потому что если это стромальный эпителиальный компонент, они уменьшаются достаточно плохо. Или если это киэстозный вариант опухоли, то есть надо сразу записывать ребенка в плохую прогностическую группу. Наверное, это будет потом этот слайд, где я покажу разницу в зависимости, то есть прогноз в зависимости от объема удаленной опухоли. Вот Анна Михайловна Митрофанова нам такой однажды прислала ответ, и спасибо ей, потому что хирурги не выполнили одного из самых главных условий для того, чтобы патолог смог поставить стадию, что-то сказать нам. Вот о биопсии лимфатических узлов пойдет речь много сегодня. Я буду об этом говорить, когда будет говорить Вячеслав Борисович, когда будет говорить о хирургических подходах. Если не взяты лимфатические узлы во время операции, региональные лимфатические узлы, то говорить о стадии вообще невозможно. И все слова доктора, а они были не увеличены, или я их вообще не видел, они не принимаются в расчет. Поэтому вот это всем своим коллегам, кто будет оперировать опухоль Вилмса, это надо говорить, вот просто долбить. И должна сказать, что на это уходят годы, с тем, чтобы хирурги это поняли. Но ситуация не безнадежна. Вот это уже история, видите, давняя. Это в 99-м году уже было показано, показано американцами, что больные без биопсии лимфатических узлов, когда доктор говорил на глаз, что они не увеличены, стало быть априори они без метастазов, вот эти больные имели больший процент рецидива. И поэтому не взятие региональных лимфатических узлов во время операции считается самой грубой ошибкой при оперативном лечении. Значит, итак, опять же, вот что определяет подход к послеоперационному лечению, заключение патолога. Согласно протоколу СИОП, опухоли делятся на три группы рисков, американцев на четыре, потому что там используются, повторяю, еще некоторые прогностические маркеры. В протоколе СИОП это низкий риск, это промежуточный риск, это высокий риск. И заключение патолога, оно должно состоять из описания, то есть какая это опухоль, но этого мало. Я помню, когда мы начинали работать здесь, в институте онкологии, мы имели ответ, написанный зелеными чернилами, опухоль Вилмса. Все. Но это было 30 лет назад. И тогда нам этого тоже было достаточно. Опухоль Вилмса, спасибо, то есть мы лечим, вот мы лечим. На самом деле этого мало, и надо нам точно знать, какой это тип, это должно быть написано, какой точно тип, должна быть написана, группа рисков, в соответствии с протоколом, какая стадия, а главное объяснено, почему. Вот этот вот, вот этот, вот этот образец, который вот я взяла у самого, так скажем, главного патолога по опухоли Вилмса в Европе, это доктор Янич, который возглавляет группу патологов в протокольной группе. Спасибо, что ему, что он иногда помогает. Вот. И я должна сказать, что вот мы, например, отправляем все наши почки в институт, в институт имени Рогачева, и оттуда мы имеем ровно такие ответы, которые позволяют нам лечить ребенка грамотно, и давать ему тот самый объем лечения, который он заслужил, не больше и не меньше. Мы имеем дело с растущим организмом. Недолечить плохо, потому что это будет рецидив, а перелечить плохо, потому что ребенку надо расти, и мы должны думать о качестве той жизни, которую мы ему спасли. Очень коротко сейчас по общему подходу к лечению. Потому что я подробнее буду говорить во второй лекции, потому что на сегодняшний день уже существует модификация, то есть это еще не опубликовано и не в открытом доступе. Я вам буду говорить о предложении группы СИОП 2016 года, то есть что планируется изменить в этом классическом подходе. Значит, мы сначала говорим о локализованных стадиях, то есть первая, третья стадия. Повторяю, точная визуализация, и когда отсутствие сомнений о том, что мы имеем дело с опухолью Вюмса, не нуждается в морфологической верификации, только в случае сомнений показана операционная биопсия. Далее идет четырехгидельный курс крестино-активный медицин без антрациклинов. Далее на пятой неделе делается операция. Вид послеоперационного лечения, как я вам уже сказала, он зависит от того, что напишет нам морфолог, то есть в какую группу в зависимости от стадии и гистологии подходит ребенок. И в протоколе все расписано и длительность, и доза, и так далее. Протокол очень четкий и понятный. Четвертая стадия заболевания, то есть когда мы имеем метастазы, как правило, это легкие, хотя бывает и в печень, но чаще всего это легкие. Изменяется предоперационное лечение добавлением антрациклина, доксорубицина. Операция делается на седьмой неделе. И далее ситуация похожая, но здесь мы должны учитывать, то есть лечение идет по локальной стадии, но мы должны учитывать, что у ребенка метастазы как можно скорее, если они не исчезли на предоперационной химии, мы должны провести вторую, а может быть и две операции, если это двусторонние метастазы, то есть мы должны провести метастазы к томмию. И при наличии живых опухолевых клеток там, далее этот ребенок будет облучать и живот, и легкие, если это больше, чем вторая стадия, и желательно, чтобы это было одновременно, без перекрестополей в дальнейшем. Но об этом тоже скажу чуть позже. И так, те результаты СИОПовского протокола, на которые ориентируемся мы. Вот вы видите, выживаемость больных по группам риска, стандартный и промежуточный риск, они практически 90%, высокий риск. Вот так, увы, пока. В зависимости от гистологического типа, это данные группы СИОПов, повторяю, видите, бластема остается очень проблемной, и видите, насколько разнятся результаты лечения. Это по стадиям, если абстрагироваться от типов, а взять только стадии. Вот. Там были локализованные стадии, здесь все. Значит, четвертая стадия все-таки хуже, но тем не менее 70%. Значит, что касается наблюдения после окончания лечения. Дети должны, ну, мы наблюдаем их до 18 лет, но минимум 6 лет, когда мы будем говорить завтра о возникновении рецидивов, я покажу вам, когда они чаще всего возникают. Ну, вот первые 6 лет ребенок должен наблюдаться тщательно, если были легочные метастазы, то он должен приходить чаще. Про нефробластоматоз мы сегодня отдельно говорить не будем, если только, я не знаю, как у учевики остановятся на этом, да, потому что это особое такое состояние, которое требует очень высокой квалификации как раз докторов, визуализирующих методов исследования, потому что они нас должны нацелить на то, что это не классический опухоль Виумса, а нефробластоматоз, скорее всего, и требует другого подхода, гораздо менее интенсивного. Его тоже надо лечить, но намного менее интенсивно, чем при опухоли Виумса классической. Вот. Ну, и, так скажем, первые итоги на сегодняшний день могу вам сказать, что оба подхода, которые на сегодняшний день используются, пользуются, дают очень-очень приличную выживаемость долговременной детей с использованием комбинированного или комплексного лечения, при условии, что это лечение проводится по протоколу, с соблюдением всех требований диагностики, лечению и патоморфологических правил, с тем, чтобы мы были уверены, что мы имеем истинный-истинный диагноз. Вот. И на самом деле это невысоко затратная история. Мы можем стадировать очень-очень корректно в так называемом эконом-режиме, то есть те исследования, которые на сегодняшний день делаются повсеместно. Но вопрос в квалификации тех врачей, которые делают эти исследования. Редкие опухоли Вилмса, редкие опухоли почек, нельзя о них забывать, но это вопрос к патологам, которые нам должны сказать, на пятой неделе имеем мы дело с опухолью Вилмса или с какой-то другой опухолью. Ну и последующее наблюдение, я сказал, очень важно, потому что рецидивы опухоли Вилмса, если они возникают, они в большей части тоже излечимы, но мы будем говорить об этом завтра. Вот. Ну, пока спасибо. Спасибо большое, Маргарита Борисовна. Может быть, у кого-то возникли вопросы? Да. Да, пожалуйста. Раз-два. Раз-два. Доброе утро, Патенко Кирилл. Скажите, пожалуйста, при необходимости делать нефрактамин, насколько сильно влияет на прогноз и на выживаемость у таких детей развитие острой или уже в данном случае хронической почечной недостаточности? Это первый подпункт вопроса. И второй подпункт – вероятность развития надпочечниковой недостаточности после нефрактами у таких детей. Насколько она высока и может ли это влиять статистически на прогноз? Спасибо. Спасибо за вопрос. Значит, что касается, начну с последнего, вот за всю историю работы и здесь, в институте, и в 31-й больнице, мы не видели ни одной надпочечниковой недостаточности после односторонней нефрактамии. Второй надпочечник векарно увеличивается и берет на себя всю работу, что называется, по доставке гормонов, по выработке. И, собственно, таких проблем я не помню вообще. Не знаю, может, Светлан Санна исправит, но у нас не было. Значит, что касается вопросов нефрактамии. Опять же, если удаляется почка одна и вторая функционирует нормально, об этом будет говорить Вячеслав Борисович. Необходимый спектр обследования предоперационного, прежде чем пойти на нефрактамию в случае односторонней опухоли. Мы должны быть уверены, что вторая почка работает нормально. Опять же, почечной недостаточности не было ни в одном случае. Почечная недостаточность возникала, и есть у нас несколько таких больных, в случае билатеральной опухоли ВИМСа, когда выполнялась или нефрактамия одной почки и частичная резекция, естественно, второй, или обе почки пытались сохранить. Это зависит от объема опухоли поражения. И вот такие больные, несколько таких больных есть, у которых почечная недостаточность развивалась ввиду отсутствия достаточного объема остаточной почечной паренхемы. То есть это удел, в общем, больных с билатеральной опухолью ВИМСа. Односторонней этого не было. Еще вопросы? Дмитрий Михайлович, неужели вам что-то непонятно? Здравствуйте, Маргарита Борисовна. Да. У меня вопрос скорее вашего личного отношения, нежели какой-то формальный ответ. Вы показали в графе против какой-то процент доброкачественных опухолей и какой-то процент опухолей нефракостоматозного происходящего? Не ВИМС, да. А если бы мы их все биопсировали до начала химиотерапии, это каким-то образом изменило бы ситуацию? Значит, ну, 5% не ВИМС и 1,8% Добро, это цифры, вот те, которые приводят в Янище Сиопа. Значит, как вы знаете, прекрасно, так же, как и я, что ножевая биопсия опухоли автоматически переводит ее в третью стадию. Игольная, значит, вот в случае, значит, я буду об этом говорить, и мы сейчас уже перекинулись по паре слов с нашим лучшим цитологом Ларисой Анваровной, что в случае сомнений у клинициста, что это опухоль ВИМС, аспирационная биопсия показана. И может быть, мы на самом деле делали, мы даже проводили анализ, что аспирационная биопсия, она не влияет, она не увеличивает стадию и не ухудшает результаты. Это же показали англичане. Они, по-моему, до сих пор это делают всем. И мы это делали, и, в общем, я не вижу ничего плохого в этом. Мы просто должны, так скажем, прийти к общему мнению. Вопрос только в том, что не всегда ты уверен, что ты попал вот туда, да? И вот сколько раз мы имеем ответы, что вот что-то есть, то есть не всегда это успокоит и, так скажем, тебе даст уверенность в том, что ты делаешь. Но я, в общем, не против совсем. Спасибо.